Мюриды не согласны с твоим мнением насчет того, что мюриды исполняют ритуал Зикра ради мяса. Я сам лично с раннего детства активно участвую в религиозных обрядах. Ты этими словами задел многих. Кстати говоря, тоже важная тема. Этот кадыровский, этот иллюзионист тоже по этому поводу записал видеоролик, в котором тщетно попытался заручиться поддержкой теперь вот этих вот хаджи-мюридов против меня. Сказав, что якобы я там оскорбил весь чеченский народ. Пытаясь выдать это так, что у нас якобы весь чеченский народ это вот такие вот мюриды конта хаджи и все они исполняют. Что я по этому поводу хочу сказать. Мое отношение к вот этим вот обрядам нововведенческим, оно ни для кого не секрет. Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы. Вы должны знать, что отношение к этому негативное. То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. И для меня, для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, да кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом, потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха. И это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое, нравится вам это или нет. Но вот эти вот тщетные, жалкие, мерзкие попытки кадыровского пропагандиста Лизаблюда заручиться поддержкой вот этих вот суфистов, суфистской общественности чеченской, они настолько тупые, идиотские. Потому что эти же суфии, вот те люди, которые совершают эти обряды нововведенческие, они меня-то и так, и так, наверное, не любят и ненавидят. Так и так это-то ей. Но от этого они вас любить-то не станут. Потому что вы-то все вот эти свои беззакония, свои издевательства, вы же их точно так же, как и над другими, вы так же их проводите и над теми же суфистами, которые проводят эти же обряды. Те люди, которые бегут сюда, в Европу, вы думаете сюда, что бегут только суниты, что ли? Среди них есть и те же суфии, которые так же неплохо относятся к этим обрядам Зикра и Маулида. Но они тоже от вас бегут. Потому что от вас-то не спасается никто, от вашего беззакония, от вот этих вот поборов постоянных, от того, что людей, допустим, употребляющих таблетки, эти психотропные, наркотические, это ведь могут быть и суфи, и в большинстве своем они таковыми и являются. Этих людей так же вы пытаете, бьете, в отношении них совершаете вот эти противоправные действия. В результате они вынуждены от вас бежать. Вы думаете, они вас любят? Вы думаете, вы сможете с ними объединиться на ненависти ко мне? Не будьте идиотами. Это настолько тщетные попытки. То, что между нами, суннитами и суфиями, существуют какие-то религиозные противоречия, религиозное противостояние, оно было испокон веков, и оно будет до конца наших дней, до судного дня. И вы на этом не сможете с ними объединиться. Да, они будут, наверное, не любить меня или мои убеждения, возможно, именно в этих вопросах религиозных, но от этого вас они любить не станут. Помните об этом. Вы, либо вы должны провести какую-то черту, что, значит, с суфием можно будет делать все, что угодно, а это нельзя будет делать не суфием, и тогда, быть может, вы сможете заручиться их поддержкой. Но так, это очень глупая попытка. А мое отношение, я не нуждаюсь в том, чтобы суфи как-то благосклонно ко мне относились. Я в этом не нуждаюсь. Я еще раз повторяю свои слова, что то, те вот эти обряды зикра, где люди бегают, там прыгают, скачут, я их называю свистопляской, эти обряды, обряды маулида, это является нововведением религии. И у Аллахи человек, лучше человеку пойти и напиться водки. До упада напиться водки, потом еще, я не знаю, совершить там какие-нибудь другие грехи, да, там, стать наркоманом и так далее. Чем совершать вот эти обряды зикра и маулида? Важное уточнение, мы ни в коем случае никого не призываем употреблять наркотики или пить алкоголь. Это все является злом. Но это меньшее зло, чем сидеть вот на этих нововведенческих мероприятиях, маулида, в зикрах и так далее. Брат, асаламу алейкум. Как ты относишься к имамам, которые на проповеди начинают обелять власть и порицать граждан, беря в пример отдельные случаи и четко указывая в них, какому течению ислама эти плохиши придерживаются? На прошлой проповеди нам рассказывали все это, заставляют, заставляют, он спрашивает. Алейкум асалам. Ты как-то задал этот вопрос, что я не совсем понял, о ком именно, вообще о какой стране или республике, местности идет речь, во-первых. Давай как-то с этим определимся. Так, вообще у меня, я скажу честно, очень негативное отношение к тем, кто, как ты сказал, обеляют власть. Обелять власть, это ведь уже значит, что она не белая, а ты ее обеляешь. Она какого-то другого цвета, а ты ее белыми красками. Отношение к этому у меня негативное. Я убежден в том, что религиозный деятель, ученый, имам, он должен заниматься религией, не трогая вот эти вот политические элиты, вопросы политики, это не его тема. Пусть занимается исключительно религией и не заходит в эти вопросы политические. Это в Чечне. И еще вопрос, неужели правильно сажать имамов на заработную плату от государства? Тебе не кажется, что в этом есть противоречие? Слушай, я, честно говоря, не готов тебе ответить по поводу заработной платы государства, государственной, ну, когда государство платит заработную плату имамов. Однозначно этот вопрос ответить я не могу, потому что здесь есть нюансы, что за государство и прочее. Может быть в одном государстве это неправильно, будет в другом, это в принципе нормально. Поэтому здесь давай без комментариев, не знаю. А в том, что у нас в республике имамы обеляют власть. Я тебе скажу, у нас в республике нет имамов, которые не являются частью этой власти, представителями этой власти. И среди этих имамов есть такие, которые представляют из себя меньшее зло, и есть те, которые представляют из себя большее зло. Они только так отличаются. Хороших ребят там в принципе быть не может. Хороший парень работать в Катыровском муфтияти не будет. Он не будет представителем этого муфтията. Вы сейчас можете вспомнить там разных людей, которые неплохо себя зарекомендовали, хорошие там, ты, вы скажете, вот был такой-то, он был имамом той-то мечети, но он ведь Тумсу ничего того не говорил, он ведь нормальный. Да, я тоже таких знаю. Но несмотря на это, я говорю, что эти люди должны воздержаться от того, чтобы работать в этой системе. Даже как-то маневрируя, хитря, не до конца там, да, исполняя волю этого муфтията, тем не менее, они все равно, являясь частью этой системы, они выполняют хоть какую-то часть. Они становятся либо свидетельными, либо соучастниками их преступлений. И поэтому, ну это недопустимо, они не должны там работать. У нас в республике совершенно другая ситуация, например, в отличие от Дагестана или Ингушетии, той же Ингушетии, которая рядом Ингушетии, сегодня благоприятная атмосфера для, религиозная атмосфера. Есть мечети, которые не подчиняются муфтияту, неофициально, не неофициально никак. В которых имамы не назначаются этим муфтиятом, имамы, в которых назначаются прихожанами, жителями, живущими там, такие как, например, Чумаков, Цичоев, Боров, там, Албагачиев. Эти имамы, имамы сунниты, имамы Аглю Сунна, они никак не причастны к тем преступлениям, к той ереси, распространяемым властью, муфтиятом и так далее. Поэтому здесь, в Ингушетии, это нормально. Там мы не можем, об Ингушетии мы не можем говорить так же, как мы говорим о Чечне. Поэтому то, что я сейчас говорю, относится только к нашей республике. У нас совершенно иная ситуация. У нас нет такого, чтобы какая-либо мечеть, там имам не подчинялся муфтияту или не назначался муфтиятом, чтобы сами прихожане, жители села или района назначили себе имама. У нас такого нет. У нас, наоборот, имама назначает муфтият, и даже если жители там недовольны, то приезжает такой, как лорд, и дает леща тому, кто недоволен, и утверждает этого имама. Вот так у нас система работает. Поэтому эти имамы, они являются частью этой власти, частью этой системы. И они не оправдываются. Да, я еще раз повторяю, они не все одинаковые. Среди них есть те, которые являются наименьшим злом, есть те, кто являются наибольшим злом. И это не значит, что я говорю, что теперь за этими имамами нельзя молиться и так далее. Нет, среди них тоже есть те, за которыми можно молиться, есть те, за которыми молиться нельзя. Разная категория. Брат. На прошлой пробоведи нам сказали, что якобы, если вы считаете, что мы не настоящие имамы, и что за нами не надо следовать, то ваши браки являются недействительными, а ваши дети незаконно рождены, и по факту, мол, мы тоже незаконно рождены, так как и раньше было то же самое. Я был в шоке, но сделал вид, что нет. Ну, глупость полную этот человек сморозил, потому что от того, что мы их не считаем имамами, от этого браки не становятся недействительными, потому что в условиях бракосочетания исламского нет такого условия, как имам. Вообще там не существует такого условия. Вот среди условий брака, шурутов, не существует условия наличия имама. Нет там такого. Условием брака является наличие четырех. И среди этих четырех нет ни одного имама. Это вали невесты, это представитель или сам жених, и это два свидетеля. Все, там нет имама, нет там никакой роли имама. То, что они сами себе сделали какую-то, придумали какой-то обряд, какой-то механизм бракосочетания, что там должен быть какой-то имам, это не значит, что теперь в шариате появилось такое условие. Это не является условием. Условием является махар, является наличие этих четырех. То есть имама там нет. Поэтому пока этот человек, которого мы не считаем имамом, от того, что он был одним из этих четырех, этот брак является действительным, если мы считаем его мусульманином. Пока он является мусульманином, этот брак является действительным. Другое дело, если мы его не считаем мусульманином, Тогда да, он конечно не может быть участником этого процесса, если выходящий замуж является мусульманкой, то он не может быть в этой теме. Если мы его не любим и ненавидим его, от этого брак не стал недействительным. Пускай лучше немножко повторит азы фикка в вопросах бракосочетания, этот имам порекомендуй ему, пусть посмотрит, что является условиями бракосочетания и не несет бред. Субтитры создавал DimaTorzok